МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...беседа, но, как я и предупреждал вас за эфиром, перед ней надо отличиться на несколько важных моментов. Во-первых, напомнить, что мы вещаем в прямом эфире, это значит, что у каждого есть возможность к нашей беседе присоединиться, либо дозвонившись по номеру телефона 99-45-45, либо отправив сообщение на один из наших интернет-мессенджеров. Телеграмма Вайбер, о них идет речь, приписан к номеру плюс семь девятьсот двадцать один семьсот восемь двадцать ноль шесть. Второй важный момент – это традиционный дайджест новостей. Итак, 14 августа в мобильной ярмарке «Наша рыба» исполнится один год. Ярмарка на колесах путешествует по населению, по населенным пунктам Мурманска в рамках социального проекта «Наша рыба», организованного по поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибица. За время работы в мобильной ярмарке футраги посетили 18 населенных пунктов от Никеля до Кандаладжи, в том числе и закрытые административно-территориальные образования. За это время было продано более 100 тонн рыбной продукции. С прошедшим праздником мы поздравляем. Следующая новость – 10 студентов из команд от Мурманской области победили в первом чемпионате профессионального мастерства по северным профессиям. Об этом сообщилось сегодня на оперативном совещании правительства региона вице-губернатора региона Оксана Демченко. В соревнованиях приняли участие 78 студентов, и 9 арктических регионов состязались в 15 компетенциях. Всего приняли участие в первом чемпионате профессионального мастерства по северным профессиям около 400 человек. И последняя новость. Размер губернаторского стартапа составит 2 миллиона рублей для проектов, реализующихся в зато удаленных и приграничных населенных пунктах. Об этом сообщил первый замгубернатор Оксана Демченко в ходе утренней оперативки. Мы будем давать приоритет или особо поддерживать проекты по созданию на этих территориях аптечных пунктов. И также особый приоритет получат проекты семьи участников специальной военной операции, сказала замгубернатора. Все, новостей больше нет, можем приступать к нашей беседе. Сегодня мы пообщаемся о новом сезоне разговорного шоу «Студия-4». И, как я люблю делать в самом начале беседы, когда мы обсуждаем какие-то интересные проекты и творческие решения, которые, возможно, не каждый из наших радиослушателей или телезрителей имел удовольствие наблюдать самостоятельно, то расскажите нам о проектном в целом. Что это такое? Вообще «Студия-4» — это творческое объединение, которое работает в сфере видеопроизводства, создания документальных фильмов. Мы родом из Мурманска, но также создаем проекты, связанные с севером России. Это и проведение онлайн-трансляции, и создание видеоарта, видеоконтента, документальных фильмов. И все в духе медиа-контента. А много вас? Нас всего четыре человека в команде, но также мы привлекаем еще сторонних специалистов, дополнительных операторов, ребят, которые нам помогают с введением социальных сетей, написанием текстов. Но в целом наша команда разделяется на несколько составляющих, каждый занимается своим проектом. И я, в частности, курирую проект разговорного шоу «Студия-4». Я так понимаю, именно количеством участников, которые обусловили всю эту студию, обусловлено название. И это тоже, но в основном мы решили взять это магическое число «4», потому что суть нашего проекта заключается в том, что мы хотим рассказать о творческой инициативе, о творческих людях, которые остались жить на севере и продвигать свой регион здесь, потому что, мне кажется, каждый мурманчанин и житель Мурманской области всегда посещает такой вопрос уехать или остаться в общем в Мурманской области и реализовываться и здесь, и сейчас. И мы хотим как раз рассказать о тех людях, которые здесь остались, нашли себя, создают какие-то творческие проекты. И в четырех сезонах, которые мы уже засняли, у нас было два ведущих и два гостя, поэтому вот магическое число «Студия-4» и также у нас в одном сезоне четыре выпуска. А почему вы все-таки выбрали именно сезонную историю? Мы хотели именно рассказывать людям о направлениях различных, поэтому у нас каждый сезон идет под своим, так сказать, подзаголовком. Первый сезон... Извините, что перебеги, с художественной точки зрения я понимаю, почему как-то можно все сделать, особенно если идет большая привязка к нумерологии, ну, в таком очень правильном лайтовом ключе, если позволить так выразиться. Но когда мы говорим о развитии проекта, особенно проект, который реализуется на базе социальных сетей, все понимаем, что частота выпусков, она помогает и набить аудиторию, и позволить более широкому кругу по итогу потенциальных зрителей ознакомиться с интересными вещами, которые вы делаете. И, к примеру, вот вы пришли, сказали, допустим, разговорное на шоу, вот конкретно ваш сегмент от «Студии-4». Например, мы выходим там два раза в месяц или там каждый четверг. Ну и все, человек знает постоянно какие-то вещи интересные, команда работает, трудится, набирает обороты и впоследствии расширяется в какой-то большой, грандиознейший проект с десятком тысяч или миллионов подписчиков. Но сезоны, как, например, и в кинопроизводстве, они все-таки выстроены несколько и в ином ключе. И получается, что, посмотрев одно, тебе надо еще около года или еще какое-то время ждать. Часть аудитории может позабыть происходящее, отвалиться, как-то принято говорить. То есть такая более рискованная система разделения на сезоны с точки зрения именно продвижения большого, крупного, интересного проекта. Нет, я согласна с вами полностью. У нас между сезоном есть такое довольно большое количество времени, когда мы начинаем уже следующий. Но просто у нас действительно много занимает на это времени и сил, подготовка материала, подбора участников шоу. И также мы ищем средства, на которые мы сможем реализовать этот проект. Поэтому это занимает довольно большое количество времени. Но в то же время мы какая-то часть, ну, так сказать, которая не сильно заинтересована в этом, она отсеивается. И у нас остается вот действительно преданная аудитория, которая хочет смотреть наш проект дальше в целом. А он получается и таким ламповым, со своей аудиторией, со своими людьми. Что касается финансовой поддержки, это затратное производство? Мы сейчас сразу, извините, опять же, что перебивают. Просто чтобы вы на всякий случай не погружались в историю цифр, там, бюджетов, не поднимали в голове мысленно какие-то сводки. То есть нам не требуется какое-то точное число, просто для понимания вопроса. Ну, в целом мы тратим основном на труд специалистов, которым мы привлекаем. Это видеооператоры, звукорежиссёры, монтажёры, цветокорректоры. То есть все те люди, которые занимаются производством медиаконтента. Ну и также аренда студий. То есть в основном вот этот вот гостяк. У нас здесь указано, что на пятый сезон, который должен уже совсем скоро появиться, вы получили губернаторский грант. Да, мы подавали заявку Министерства культуры Мурманской области на выделение гранта. Мы уже второй раз получили грант от Министерства культуры. Первый раз мы получили на создание третьего сезона. И вот сейчас на пятый сезон, но я бы не сказала, что, скорее всего, это пятый сезон, это больше спецпроект студии 4, потому что мы свою историю по разговорному шоу окончили. Потому что, ну, мы боялись, что и мы не сможем уже дальше каким-то образом поддерживать вот в этом ключе и в этом тематическом направлении наш проект. И решили реализовываться уже немножко в другом направлении, потому что это может приесть и нам, и зрителям. И 33-й сезон смотреть, когда люди сидят вместе вокруг, в темной аудитории, немножко уже может нас улучшить. Поэтому мы решили разнообразить немножко наш контент. Опять же, в голове возникает безумное количество популярных примеров, часть которых уже даже и нельзя называть, потому что их позиция была слишком категорична в социальных сетях. А когда людям, наоборот, это очень нравится, вопрос стабильности. Вы не хотите стоять на месте? Ну да, мы не хотим стоять на месте. И, наверное, нам, если мы будем в таком же ключе развиваться, то нам, скорее, наскучит уже заниматься этим направлением разговорного шоу. И мы уже не будем так гореть глазами и что-то создавать. И будем либо уже не так активно это развивать или еще как-то. Поэтому, да, мы решили немножко сменить направление деятельности. Первые два сезона, получается, вы делали своими силами или искали какую-то спонсорскую поддержку? Первые два сезона, да. Мы сами делали на свои средства. Ну, чтобы вообще нам можно было понять, стоит как-то продвигать дальше именно проект в плане коммерческой деятельности, в плане получения грантов. Мы немножко поработали, поняли, что да, это хороший проект, и его дальше можно развивать. Поэтому решили таким образом попробовать. Поэтому в третьем сезоне вы подали заявку на грант, получили его. Да. А в четвертом снова решили заниматься? Нет, четвертый сезон у нас тоже получил грантовую поддержку от фонда культурных инициатив. А, просто фонд был другой? Да. Я понял. То есть все, дальше грантовая история пошла. Этого хватает на то, чтобы покрыть необходимые затраты? Да, да. Вообще супер, все хватает. Замечательно. Мы говорим о проекте, в котором есть четыре таких дислокаций, четыре подраздела. Один из которых, вот когда вы занимаетесь вы, это разговорное шоу. Какие три оставшихся? Я не сказала, что три оставшихся. У нас есть четыре сезона, вот этот спецпроект. Еще у нас есть самый первый проект, с которым мы начинали, это проект «Соберись». Я могу где-то ошибиться, у нас сегодня много информации, совершенно не знакомо для нас. Просто я почти уверен, что в первой половине программы вы сказали, что каждый из четырех участников вашей студии занимается каким-то своим определенным сегментом работы, и конкретно у вас разговорная студия. Я предположил, что три оставшихся участника из студии «Четыре» тоже курируют какие-то подпроекты внутри студии. Курируют, но в основном это идеи проекта, которые как раз-таки еще и лежат на полочке, и мы их потихонечку продвигаем, смотрим, куда можно подать, куда что-то можно сделать. Пока я не хочу, конечно, рассказывать по этому, чтобы немножко не спойлерить, что и как у нас будет дальше развиваться. Хорошо. А как восприняла аудитория такой новый для нашего региона проект? Хорошо. Во-первых, это было, мне кажется, интересно было людям послушать немножко такой неофициальный рассказ о том, что происходит в регионе, что делается, какие творческие проекты реализуются. А здесь больше был разговорный язык, спокойный, как вы сказали, ламповый. И люди могли посмотреть не только с какой-то официальной позиции на то, как люди развивают свои проекты, но немножко погрузиться внутрь и узнать, как создаются те или иные творческие инициативы. Поэтому, да, это было интересно им. Прежде чем углубиться в того, кто были эти гости и что нас ожидает дальше, хочу еще раз подчеркнуть и убедиться в одном моменте. Мы говорим только о творческом направлении на жизни нашего города и области. Да, у нас второй сезон был немножко направлен на другую стезю. Но в основном, да, мы решили после него именно основаться на творческой инициативе, творческих и культурных направлениях, потому что мы поняли, что это наше, мы можем об этом говорить, мы погружены в эту тему, и поэтому нам будет больше об этом разговаривать. То есть студия 4 не касается вопросов медицины, экономических каких-то оказий, или, допустим, самопопулярного, безусловно, самопопулярного направления – это политика и политические грязные. Нет, 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 все чисто культура. Только культура. Да. Кто были ваши гости? У нас, вот, если мы говорим про сезоны, то в каждом сезоне было свое тематическое направление, и каждому этому тематическому направлению мы приглашали людей, которые связаны с вот этой темой. Например, в первом сезоне у нас была тема «Коммерция против творчества». Здесь мы рассматривали то, должен ли творец получать какую-то коммерческую составляющую. На каком поводу пришли? Поняли, что да, все это возможно, но у каждого там свои направления, у каждого свои принципы, по которым они работают. То есть каждый, все люди разные. Как так вам приходили? Голодные художники или люди с успешным кейсом? И это, я думаю, что в основном все с успешными кейсами, или они просто рассказывали о том, как они вообще начинали и к чему пришли. Например, к нам приходил Юрий Шачнев, это каллиграф, член Союза художников Мурманской области. Он рассказывал о том, как он создавал свои проекты. Вот, или, например, Дмитрий Новицкий, тоже художник прекрасный, который выставляет свои работы и в Мурманске, и по всей России, и за рубежом. Они рассказывали свои кейсы. Это были только художники или музыканты, танцоры, может быть, люди от театрального ремесла? Мы рассматривали различные направления, то есть, да, это были и музыканты. Например, к нам приходил Слава Краснов, который занимается созданием полевых записей, и создает свою музыку, связанную с Севером, у которого псевдоним «Ясна зима», если хотите, можете послушать его работы. Также, например, к нам приходил Слава Бурцев, я думаю, многие его в Мурманской области знают, как прекрасного танцора, руководителя танцевальной группы и просто активного жителя Мурманской области. Все эти гости, так или иначе, подходили под общий лейтмотив изначальной задумки студии А4, стоит ли оставаться в городе, если ты остался, как здесь себя реализовать, можно ли здесь себя реализовать, ну и все от этого вытекающее, то есть выстраивать творческое, экономическое, в том числе, как мы выяснили, направление своей жизни на поприщах Северного региона. Получается или нет, и о чем будет следующий сезон, мы поговорим с вами уже во второй половине программы, потому что мы подошли к рекламному блоку. Я порекомендую не переключать FM-волну и свой телеканал. По завершению рекламы мы продолжим нашу беседу. Продолжает говорить, показывать открытая студия, совместный проект радиорекорд и телеканала «Арктик ТВ». Ее ведущий Николай Дукмус напомню, в гостях у нас сегодня руководитель проекта «Студия 4» Тони Горбачева. Мы продолжаем нашу беседу, наши контактные данные также остаются неизменными. 99-45-45, номер для звонков в прямой эфир, плюс 7-921-708-2006. К этому номеру привязан наш Телеграм и Вайбер. Можно отправлять свои сообщения с вопросами гостя или комментарием обозначенной тематике прямо сюда. Мы говорим про проект «Студия 4», интеллектуальное ток-шоу. Я прям зачитаю лид, который сделал наш выпускающий редактор. Интеллектуальное ток-шоу, телами которого становятся современные Мурманск, молодые люди, выбравшие жизнь в Кольском Заполярье. Уже совсем скоро, осенью, нас ожидает, я так полагаю, уже серия пятого сезона. Сколько вообще в каждом выпуске, в каждом сезоне выпуска? Четыре. Четыре? Да. Все, стабильно. То есть четыре выпуска, это четыре разные гости? У нас, до этого у нас, получается, были в одном выпуске два гостя и два ведущих. И вот мы разбирали направление с двумя гостями. Хорошо. А как все это выглядело? Сколько идет выпуск? Выпуск идет от 40 минут до часа. И как это выглядит? Мы сидим в темной студии. Вот. Двое ведущих и двое гостей, которые представляют одно направление. Но, допустим, один занимается такой, например, академической музыкой, а другой более какой-то современной музыкой. И вот мы разговариваем на тему вот этого направления. А у вас бывали конфронтации в эфире на тему непонимания гостей друг друга или непринятия позиции? Ну, споры были, были какие-то различные. У каждого своя была точка зрения, но там, не знаю, до драк не доходило. И все было довольно-таки спокойно, и все хорошо проходило. У меня также указано, что есть серия выпусков под названием «Соберись». О чем эти выпуски? Это самый первый проект студии 4. Это, так сказать, изоляционное шоу, потому что мы его создавали в тот момент, когда произошел всемирный локдаун, связанный с коронавирусной инфекцией. И мы хотели разобраться в себе и помочь людям разобраться с тем, что происходит в данный момент в мире. Потому что была нестабильная обстановка, никто не понимал, что происходит, как жить дальше в данной ситуации. Огранично, что мало что изменилось после завершения пандемии, но тем не менее. Да, и получается, мы пригласили своих друзей, гостей, лидеров мнений, представителей различных индустрий. То есть это были и журналисты, и творческие деятели, музыканты и так далее. И каждый рассказывал о том, что он чувствует сейчас, какие у него вызывают эмоции, то, что произошло, и вообще, как дальше жить в данной обстановке. А это был самый первый сезон? Это был даже не сезон, а первый самый проект. Но почему от этого проекта вы все-таки перешли к творческой жизни в городе, в области? Почему надо оставаться на севере? Ну вот проанализировать этот момент. Просто начало, получается, двигалось совершенно в другом направлении. Ну и первоначальная задумка, даже пусть не связанная с проектом. Это ваш первый пилот, да, давайте так его называть. Давайте. Да, и он вроде бы закладывал другие основы, но при этом мы говорим про творческую жизнь в городе. Ну потому что мы в основном, основной костяк был все равно людей, которые представляют творческую профессию, то есть с теми людьми, с которыми мы общаемся. Вот, плюс мы поняли, что людям интересно слушать мнения других людей. Потому что они, наверное, находят те мысли, которые роятся у них в голове, и им интересно понимать, что люди так же думают, как и они, и о каких-то своих творческих переживаниях, каких-то мыслях, связанных со своим дальнейшей реализацией, с тем, что вообще происходит и в Мурманской области, и то, что не связано ни с коронавирусной инфекцией. Вот, поэтому мы решили больше расширить этот формат, потому что это у нас были коротенькие выпуски, а тут мы поняли, что, наверное, этого нам мало. Мы решили увеличить и также увеличить количество гостей, с которыми можно разговаривать. Да, вам достаточно, может, он может показаться провокационным, но очень правильный вопрос в рамках того, о чем мы с вами сегодня беседуем. Насколько дотационным можно считать ваше шоу? Я объясню. Есть в определенных кругах такое условное понятие, как дотационное или грантовое шоу. Это говорят про проекты, телепроекты, интернет-проекты, абсолютно неважно, которые так или иначе в качестве базиса своего существования основываются на дотациях заинтересованных в этом людей или политических инфраструктур. И, как правило, в таких шоу многие темы проходят абсолютно обтекаемо. Я имею в виду абсолютно никакие проблематики. Не поднимаются даже, если они есть в регионе. И мы просто доносим какую-то определенную информацию. В этом нет ничего плохого совершенно, потому что у каждого проекта свое направление, своя мысль. Но когда мы говорим о творчестве в конкретно нашем регионе, я убежден, что помимо позитивных примеров у нас есть определенные моменты, которые для многих становятся препонами. Мне интересно, поднимает ли проекты шоу «Студии 4» на проблематике нашего региона? Или мы просто рассказываем успешные кейсы успешных людей, которые там уже реализовались как художники, музыканты, танцоры и прочее? Нет, но когда мы говорим о любой сфере, связанной, которой занимаются люди, естественно, есть и положительные, и отрицательные стороны. И закрывать просто глаза на них, я считаю, бессмысленно, потому что не вижу зла, значит, нет зла, но это совершенно очень глупо. Поэтому, естественно, мы спрашиваем людей о том, что как вас, какие проблемы. Не то, что какие проблемы, а мы просто начинаем разговаривать на какую-то тему, и говорим, а вот есть такой кейс, как ты к этому относишься. И они начинают говорить свою точку зрения. Они могут быть согласны, могут не согласны. Мы развиваем эту тему, и, в принципе, никаких запретов, никаких границ у нас нет. Проблематики, которые озвучивались так или иначе, получали какой-то отклик? Я бы сказала, наверное, нет. То есть, как бы люди просто послушали, поняли, что да, значит, оно есть. То есть, у нас нет, мы не рупор, который кричит, люди, задумайтесь, что-то поменять. Мы просто, люди делятся мнением о том, что происходит, и все. Но почему тогда в следующем сезоне вы все-таки решили, что делиться мнением о том, что происходит что-то, и все, это может вам в скором времени наскучить, и решили поменять формат? Ну, мы не поменяли формат в плане того, что мы не рассказываем о том, что хорошего или плохого происходит. То есть, темы остаются точно такие же. Мы поменяли формат в плане того, что мы вышли из студии и пошли, так сказать, работать в поля. То есть, когда мы снимали вообще предыдущие сезоны, нам писали комментарии в плане того, что вот, вы рассказываете о каких-то примерах работ, ребят, но мы не видим это. Но и мы там не добавляли каких-то картинок всплывающих или еще чего-то. Потому что, ну, мы поняли, что немножко это всю стилистику может поменять, и это не какое-то новостное шоу и так далее. И если человеку будет интересно, он может просто прогуглить в интернете, зайти на соцсет человека и тем самым немножко поработать пальчиками и ручками и узнать больше об этом человеке, возможно, на него подписаться или еще что-то. Но четыре сезона спустя вы все-таки решили, что мы не все так активно работаем ручками на клавиатуре, и надо что-то и посмотреть. Но, возможно, и так, плюс мы хотели именно погрузить больше в жизнь художника. То есть, мы решили показать то, как конкретно они работают, что делают артисты. То есть, мы ходили и до сих пор ходим, потому что мы просили съемок, в мастерские, где они работают, показываем, как они создают проект от начала и до конечной точки, с какими трудностями они сталкиваются, что вкладывают в эту работу. Потому что довольно интересно понимать, какой смысл работы, ну, какой смысл вкладывает человек в создание той или иной работы. И также мы там и ходили к ним в гости, и пили чай, то есть смотрели не только, как он живет в творческой среде, но также, как он общается с другими людьми, взаимодействует, и какой он человек в целом. К вам еще не обращались на тему рекламных интеграций? Пока что нет, но мы в поисках каких-нибудь патронов или рекламодателей, которые смогут нам также помочь реализовать свои возможности. А это вот к вопросу творчества и коммерции. Если проект серьезно раскрутится и будут поступать уже целевые заказы на конкретных людей, о которых нужно рассказать, как вы считаете, как вы к этому относитесь? Ну, я думаю, что... То есть я должен уточнить, не в смысле того, что надо рассказать о человеке, облизать его с ног до головы, как это часто происходит в джинсе, так называемые заказные статьи и материалы. Но если вот конкретно приходит, вот чемодан замечательный, вы замечательные, надо рассказать этот. Ну вот вам не говорят, что конкретно, но очевидно, что, судя по увеличению чемодана, было бы замечательно добавить позитивных красок. И эти деньги можно пустить на развитие проекта еще больше, а вопрос как раз, которым задаются многие художники. Но я имею в виду не только те, кто пишет картины, а художники как артист. Что есть искусство, что есть коммерция. Помогают они друг другу или это поступление своими собственными принципами? Ну, наверное, все-таки я... Ну, я говорю, в частности, за себя. Я бы, наверное, не согласилась бы, потому что мы, в принципе, сами выбираем людьми, с которыми нам интересно общаться. И плюс как-то говорить и в положительных красках, и подсветить какую-то определенную тему. Возможно, да, это интересно. И есть какие-то проекты, которые просят реализовать с творческой точки зрения какой-то проект. Или, например, встроиться в какой-то проект и создать какой-то видеоконтент для него, это нормально. Но в плане того, что, так сказать, заказано рассказать о том или ином человеке, ну, немножко это странно. Мы, грубо говоря, и так приглашаем людей, и они рассказывают о каких-то проблемах, а тут говорить о том, что все прекрасно и хорошо, но, как бы, немножко это не наш формат. Я вас услышал. В каком направлении вы двигаетесь? Этот проект, который вы планируете превратить в нечто большее, или он остается на уровне хобби, но вы просто повышаете качество, качество материала, качество картинки, качество сборки, но вы видите его как, допустим, полное переключение туда, как на основную работу и превращение в нечто более глобальное, чем творческая жизнь в регионе? Да, мы, так как мы специализируемся еще и на создании документальных фильмов, мы хотим создать такое немножко, так сказать, рассказать в коротких выпусках о гостях, а также мы хотим позже уже создать большой документальный фильм о нашем проекте, который мы создавали, и немножко побольше раскрыть наших гостей. У нас остается с вами буквально минутки полторы до завершения эфира, и я, пожалуй, дам вам последний вопрос. Естественно, я не предупреждал вас в этом заранее, чтобы у вас не было возможности подготовить заранее ответ. Получается, 4 сезона прошло, 5-й сейчас в процессе съемок, уже август быстро закончится, начнется осень, и, понятно, выйдет следующий сезон, поэтому я сейчас буду говорить так, 5 сезонов спустя. Вы сами для себя, от своего лица, даже не от лица команды, можете одним предложением ответить на вопрос, почему люди остаются на севере? Ну, мне кажется, самый банальный ответ – это связанный с природой, но она действительно красива, да, здорово, но мне кажется, что люди остаются, потому что есть где развиваться и здесь, то есть тут можно придумать какие-то, наоборот, это такой челлендж, чтобы придумать какую-нибудь лазейку или что-нибудь такое, что и можно создавать здесь и сейчас, потому что мы живем в век интернета, и можно создавать различные проекты, находясь вообще в любой точке мира. Но здесь еще и челлендж. Да, но здесь челлендж, потому что у нас есть небольшие там проблемы с логистикой или еще с какими-то составляющими, которые больше развиты в других, более крупных городах, но тем самым это намного становится интереснее задавать вот этот проект, чтобы как бы ты преодолеваешь этот большой квест, и тебя в конце ждет большой приз, и это готовый проект, который смотрят, любят, и ты с ним рад, что ты его сам реализовал. Родина храбрых, родина авантюристов. Да, все верно. Ну что ж, пускай это будет литмотивом и основной мыслью, я бы даже сказал панчлайном всей нашей беседы, на этом мы ее и завершим. Спасибо вам, что прибыли в гости, было очень интересно и послушать, я думаю, что будет не менее интересно осенью посмотреть пятый сезон. Вам спасибо большое, что пригласили. Открытая студия Открытая студия